Вместо прежних 22 рублей за билет скоро будет 25. Такую новость прочитали нижнекамцы в социальных сетях. Бензин дорожает, налоги растут, пора поднимать и оплату проезда, считают в автотранспортной компании. Соответствует ли стоимость услуг перевозчика качеству? Жители города разделились на два лагеря. Одни понимают и одобряют повышение, другие возмущаются. За что платить деньги? В других городах пониже цены. Зачем у нас повышать? Ну вот мы троем, да, и если повысить цены, мне кажется, лучше уехать на такси. Это и дешевле, и быстрее. Пускай повышается, но вы транспорт пустите вовремя. Ребятишками едут в садик, и то по часам ждут на остановках. Ситуация усложняется. Уже больше года нижнекамцы жалуются на работу автобусов. Движение не соответствует расписанию. Утром дети опаздывают в школу и сады, вечером приходится долго стоять на холоде, чтобы добраться до дома. Если дождался маршрутку, еще не факт, что уедешь на ней. Места может просто не хватить. Почему мы сейчас ждем этот автобус? Куда еще больше? Вот и не сели. Если не больше. И сесть не можем. Нет, не больше. А вот и инвалид. Татьяна Васильевна из дома выходит редко. Передвигаться женщине тяжело. Раз в полгода ездит с мужем за субсидии. В этот раз автобус ждали больше часа, но места не хватило. Когда придет следующая маршрутка, неизвестно. По 55-й смотрю, прошел три подряд. 25-й не одного нет. Мы решили провести эксперимент. 10 утра. Стоим на остановке на Мира. Ловим взглядом проезжающий транспорт. А маршрутки-то все нет. Стоять долго на месте не получается. Холодно. Люди рядом уже начинают ворчать. На часах без 5.11 прошло больше 50 минут. 25-й автобус только подъехал. За объяснениями мы решили поехать в автотранспортную компанию сразу генеральному директору Иванову Юрию Геннадьевичу. На месте его не оказалось. Интервью мы ждали 4 дня, но так и не получили. Поэтому предлагаем Юрию Геннадьевичу все-таки встретиться. Вместе прокатиться на автобусе и оценить качество предоставляемых услуг. Все здесь проработало. Но такого бардака не было. Никогда. Вот один год, последний год вот этот вот бардак. Напомним. С 1 октября в Нижнекамске запустили новый 47-й маршрут. Многим не понравился первоначальный вариант движения автобуса. Особенно жителям новых микрорайонов. Из-за большого количества жалоб движение маршрута в обратном направлении пришлось изменить. Теперь 47-й не выезжает на проспект Химиков. При развороте у поликлиники он едет по улице Менделеева в сторону новостроек на Гайнулину. Анна Ивашенко, Мария Чернышкова, НМедиа.